Будь готовыми слаженно обеспечить безопасность страны. Систему территориальной обороны обсуждали в Шклове во время рабочей поездки президента по регионам. Люди на местах в военное время будут руководить защитой малой родины. Структурно-оборонительная система – это 92 района и 7 зон со своим комплектом войск. В дальнейшем она будет развиваться в четырех основных направлениях, которые прописаны в документах. Один из них – концепция строительства территориальной обороны до 30-го года. Так, каждый должен знать порядок действий в случае агрессии, а ее нужно еще уметь распознать. Ведь все может начаться изнутри страны, к примеру, с активизации экстремистов. Это мы уже наблюдали. Высокие как никогда и потенциальные риски военной безопасности Беларуси извне, учения НАТО и его партнеров в Европе в мае и июне этого года эксперты называют самыми крупными за последние 30 лет. Александр Злобин на расстановке сил для обороны. Современное ополчение или, как уже было в нашей истории, партизанское движение только с учетом угроз 21 века. На стыке столетий Беларусь начала создавать еще один мощный рубеж национальной защиты – систему территориальной обороны. По сути, это все жители страны, которые прошли военную службу. В мирное время это рабочие, шахтеры, медики, инженеры. В период учений они берут в руки оружие и вспоминают военное дело. А в случае угрозы готовы защищать свою землю и свою страну. За прошедший год мы на себе шутили как деструктивное информационное воздействие, экономическое, политическое давление, которое шли с Запада, влияли на мировоззрение наших людей, толкали некоторых из них фактически на предательство собственного народа. Всегда необходимо давать такой отпор подобным деятелям, чтобы в памяти врага он отпечатался на многие годы. И на это способна только всенародная оборона, если мы все будем защищать свою землю. В современных конфликтах нет четкой линии фронта, а агрессоры задействуют самый разнообразный арсенал. От информационных атак по дискредитации власти, с этим, кстати, Беларусь уже столкнулась, до внедрения диверсантов, боевиков, террористов, радикалов. Такие случаи у нас также зафиксированы. Можно вспомнить вскрытие экстремистской ячейки Автуховича с его тротилом протеста. Потому и порох сегодня как никогда следует держать сухим. И правильно, что готовиться к такому сценарию мы начали не сегодня и не вчера. Решение, принятое 20 лет назад о создании территориальной обороны за эти годы подтвердило свою целесообразность. То есть, то, что меня всегда волновало. Правильно поступили, неправильно. Решение было объемное. Ну, наверное, и не дешевое. Относительно не дешевое. И я всегда переживал. Надо делать, не надо. Сегодня мы убеждены, что поступили правильно. Это надо было делать. Объединение местных властей с населением укрепляет способность страны к противодействию и внешним и внутренним гробам. При этом конфликты носят гибридный характер и развиваются молниеносно. А значит, и реакция на них должна быть мгновенной. То есть, каждый регион должен мобилизоваться в самый короткий срок. Структурно такая оборона включает 92 района и 7 зон с соответствующим комплектом войск. Во главе зон председатели обл. исполкомов. И не лишним будет вспомнить, что областями у нас руководят не просто губернаторы, а по сути генерал-губернаторы. И этому званию, конечно, надо соответствовать. Нам самим на местах председателем райисполкома и председателем обл. исполкома надо научиться воевать. Надо знать свои объекты, которые вы будете охранять. Вам надо знать каждого человека в лицо. Вместе с военкомом они все у вас в списке присутствуют. У нас 500 или сколько человек по Школовскому району? 500, да? Где-то 500, но 510 человек. Все они должны, вы должны знать, где они находятся, чтобы не 5-6 месяцев мы их отмобилизовывали, а если нужно, подняли по тревоге и в течение суток они приехали к вам. К этому в стране все должны готовиться после сегодняшнего мероприятия. Одна из целей сегодняшнего у нас совещания нашей встречи состоит в том, чтобы дать сигнал на места, чтобы они подобным образом в каждой зоне, у нас их 7, в каждом районе, в каждом районе были готовы отмобилизоваться в тот срок, который будет принято решение президентом. Численность территориальной обороны 120 тысяч. Это больше, чем регулярные войска. Эти подразделения должны быть оперативно сформированы, вооружены и готовы защищать ключевые объекты. Собственно, как эта система работает и оценивали участники встречи. В Могилевской области недавно провели учения, как говорят, отстрелялись на отлично. Более того, показали высокий морально-психологический дух. В декабре практически мы создали три штаба территориальной обороны. Это на базе Брестка, Бавруйского района, Могилевского района и Кричевского района. И мобилизовали 500 военнослужащих в три батальона, стрелковых батальона. То есть сказать, что люди с пониманием относились к мобилизации, очень ответственно к этому подошли, без никаких роптаний, без обид, прибыли на сборочные пункты и обеспечили достойное выполнение своей поставленной задачи. Взяли в руки оружие, обеспечили охрану барона, обеспечили военное положение, поучаствовали в борьбе с диверсионно-разведовательными группами, с вооруженными формированиями и при этом показали достаточно слаженную работу наших войск. Одна из ключевых задач территориалов – охрана объектов, мостов, узлов связи, предприятий. Как никогда в последнее время почему-то, наверное, наши люди стали понимать о том, что от того, как мы будем жить спокойно, либо неспокойно, зависит только от нас. Проявляет заинтересованность, потому что, наверное, понимает, что армия, вооруженные силы – это институт, который может дать возможность тебе научиться защищать свою семью, своих родных и близких, и в конце концов свою страну. Территориальная оборона – часть не только военной, но и национальной безопасности. Один из её аспектов – научно-технический Александр Лукашенко на этой неделе уже рассматривал, когда в понедельник посещал объекты Госвоенпрома. Собственные стрелковые оружия и боеприпасы, их производство уже налажено. Это гарантия, что в случае угрозы будет чем ответить. К созданию этих предприятий по производству боеприпасов и основных видов стрелкового оружия подтолкнуло именно территориальная оборона. Потому что даже шире, чем территориальная оборона, я признавался и публично могу подтвердить, что в случае конфликта каждый двор, каждый дом, глава семьи, по крайней мере, должны суметь защитить свою семью, себя, ну и, естественно, все вместе, ту землю, ту территорию, на которой они живут. Вот это будет всенародная защита. Что касается итогов, по словам Виктора Хренина, нынешняя структура территориальной обороны доказала функциональность и эффективность. А значит, радикальных преобразований ждать не стоит. Акцент будет сделан на улучшение взаимодействия. Основными направлениями развития мы на сегодняшний день видим, это, конечно же, совершенствование системы и органов управления, повышение обученности и слаженности подразделений и органов управления территориальной обороны, улучшение или повышение запасов материальных средств, ну и ряд других направлений. В целом Беларусь, реформируя армию и дополняя ее территориальной обороной, ставку сделала на профессионализм, оперативность и мобильность. Отсюда и оснащенность, и вооружение. Профессиональные мобильные группы способны преодолеть серьезные расстояния, болезненно ужалить, нанеся фатальную ущерб противнику и мгновенно исчезнуть. А отряды ополчения призваны защищать каждый сантиметр своей земли. А то, что белорусы это умеют, продемонстрировало поколение победителей. Самое главное, чего мы достигли, что созданы полноценные органы управления, пункты управления, имеются средства управления. Создана организационно-штатная структура, которая с момента своего формирования до сегодняшнего момента прошла ряд трансформаций, как мы говорим, от теории к практике. Уже буквально с завтрашнего дня начинается команда штабных учений с территориальной обороной Брестской области, где сформирован штаб зоны Брестской области, штаб одного района и несколько подразделений, два батальона и одна стрелковая рота территориальных войск, которые с завтрашнего дня приступят уже к активной фазе выполнения тех задач, которые определены командно-штабным учением. И еще одно решение среды. Александр Лукашенко назначил нового руководителя Шкловского райисполкома. Им стал Андрей Комко, до этого зампред Горецкого райисполкома. Крещение, учитывая сегодняшнее совещание, получилось боевым. Мне доложили, что он и в городском районе, будучи заместителем председателя, занимался вопросами территориальной обороны. Значит, будем считать, что у нас в Шкловском районе будет образцово-показательный подготовленный человек. Подготовленный у председателя своего исполнения комитета. Ну, слава Богу. В работу новый руководитель должен окунуться сразу, без разведки. И работа на земле, а также ее защита, всенародная, отныне это задачи одного порядка для всех. Александр Злобин, Наталья Тарасюк, Дмитрий Буй, Сергей Янковский, ОНТ. Более сотни предложений на диалоговых площадках и от экспертного сообщества. На очередном заседании Конституционной комиссии сегодня обсудили работу судебных систем. Этот раздел основного закона не требует существенных корректировок. Главная возможная новация – введение института прямой конституционной жалобы от граждан. Кроме того, за Конституционным судом могут закрепить право на проверку результатов выборов и вопросов, которые выносятся на референдум. Для мировой практики также характерно право Конституционных судов осуществлять толкование Конституции. Поэтому предлагается передать полномочия толкования Конституции от Парламента Республики Беларусь к Конституционному суду Республики Беларусь. В том числе в Конституции закрепить статус Республиканского Совета Судей как органа судейского сообщества в целях последующего его наделения полномочиями по формированию судейского корпуса. Граждане обращали внимание на то, что необходимо нести изменения, касающиеся Высшего хозяйственного суда в Республике Беларусь, который в настоящее время уже объединен с Верховным судом Республики Беларусь и действует как единая судебная инстанция. Кроме того, были предложения и касающиеся дальнейшей модернизации судебной системы, в том числе порядка формирования судейского корпуса и компетенции судебных органов. В частности, звучали предложения убрать возрастной ценз для судей, а их полномочия сделать бессрочными. Также Конституционная комиссия выступила за усовершенствование предварительного запроса от судов в Конституционный суд, а многие граждане предлагают ввести в стране суд присяжных. Под флагом защиты свободы и демократии запущен процесс экономического удушения Беларуси. Об этом сегодня заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко. О совместном противостоянии внешним угрозам говорили на сессии парламентского собрания Союза Беларуси и России. Наращивание санкционной политики и выдавливание белорусских предприятий с мировых рынков, военно-политическое присутствие НАТО в сопредельных государствах достойным ответом оппонентам может стать углубление стратегического партнерства и развития союзного строительства. Особенность вот этой сессии парламентского собрания то, что попытки внешнего давления, дестабилизации социально-экономического положения в Республике Беларусь и в Российской Федерации, как раз вот они сблизили наши народы и сблизили наши страны. Мы договорились подходить к формированию союзных программ, чтобы они все-таки носили такой стратегический характер, чтобы мы производили высокотехнологичную продукцию за счет союзных программ, чтобы она была востребована на мировых рынках и чтобы обладала высокой добавленной стоимостью. В этом году заканчивается выполнение шести из девяти реализуемых программ. В бюджете 2022 года их останется только три, а выдвижение новых концепций довольно медлительно. Эти процессы намерены ускорить, в том числе внести изменения в законодательство, чтобы сократить сроки согласования в различных инстанциях. Неоправдавшиеся проекты закрывают. Это о так называемых беглых лидерах протестного движения, которые зазывали на улице и пытались разжечь вражду между белорусами. О несамостоятельности оппозиционеров, обосновавшихся в Вильнюсе и Варшаве, шла речь сегодня в программе «Объективно». За границей продолжают имитировать деятельность, призывают к санкциям и забастовкам. Но в Белоруссии эти призывы давно не слышат. Марионеточность и четкий контроль над ними иностранных спецслужб признают и эксперты программы. Вам есть будет нечем, мы все равно прям к власти. Нас, значит, на каких-то иностранных штыках на броне танков сюда привезут. Но глупости это не привезут. Никогда на чужом горбу счастья себе не сделаешь. В иностранном обозе они не приедут. Они получат презрение нашего народа. Это совершенно однозначно. Этот процесс уже идет. Рейтинг всех этих беглых, на самом деле, стремится к нулю. Даже среди людей, которые не поддерживают власти Лукашенко, влияние вот эти вот беглые авторитеты не имеют. Все понимают их марионеточный, бутафорский, кукольный характер. При этом Варшава и Вильнюс фактически конкурируют за влияние на беглых оппозиционеров, о деятельности которых, работе экстремистских телеграм-каналов, много рассказывает бывший главный редактор, одного из них Роман Протасевич. И мысль о том, что Беларусь для него самое безопасное место, по мнению экспертов, свидетельствует о давлении и жестком контроле со стороны западных спецслужб и ангажированных политиков. И велика вероятность, что белорусская оппозиция поссорит Литву и Польшу. Естественно, из-за денег. Депутат польского сейма обнародовала данные о финансировании белорусских протестов. Эва Шиманская пришла в ярость, узнав о гигантских суммах, выделяемых из польской казны на оппозицию в нашей стране. В подтверждение она публикует служебные документы, где расписаны затраты на создание и обслуживание антиправительственных формирований в Беларуси. Средства огромные. Миллионы долларов на экстремистов, в то время как здравоохранение Польши идет ко дну, возмущается депутат. Такие расходы провоцируют и недовольство простых поляков. Похоже, официальной Варшаве придется объясняться. Следственный комитет Беларуси направил обращение основателю телеграмм Павлу Дурову, в котором призвал закрыть деструктивные каналы на территории нашей страны, как это сделали в России. Нападения, поджоги, терроризм и экстремизм стали результатом работы таких телеграм-каналов. Расследуя факты, ведомство обратило внимание на условия использования мессенджера. Они запрещают публичные призывы к насилию. Эти правила применяются ко всем нарушителям, независимо от их политических взглядов. Психологическое давление, публикация личных данных, призывы к совершению насилия, в том числе в отношении детей, недопустимы, подчеркнули в Следственном комитете. Здесь ждут адекватной реакции на свое обращение. Пока Европа по политическим соображениям вмешивается в работу гражданской авиации, в Беларуси помогают их гражданам вернуться домой. Прекратив авиасообщение с Беларусью, многим иностранцам, прибывшим к нам по безвизу, создали сложности. По требованиям, эта категория гостей должна покинуть Беларусь через национальный аэропорт Минск. Но как, если благодаря их же политикам обратные рейсы для них были отменены? Пока те играют в демократию, заострявшие европейцы ломают голову, как вернуться до истечения срока пребывания по безвизовому режиму. Помощь таки подоспела, но не от западной стороны. Органы внутреннего совместно с органами пограничной службы разрешают этой категории лиц покинуть Республику Беларусь в нарушении положения указа по сухопутной границе в пунктах пропуска на государственные границы, оформляя соответствующие документы, проверяя наличие или отсутствие препятствий для выезда с территории Республики Беларусь и консультируя, оказывая содействие в оформлении таких документов. Это жест доброй воли, абсолютно верно. Мы идем навстречу. Мы могли сказать, нет, однозначно, это ваши страны наложили соответствующие санкции, и поэтому предъявляйте к ним претензии, вы должны только влетать. Но мы поступили гуманно в этой связи и помогаем им, конечно, возвращаться на родину. Такая помощь оказана уже более 700 гражданам Литвы, Польши, Германии, Латвии и Италии. Продолжает оказываться гостей из ЕС в Беларуси еще много. Осторожный рост и восстановление показателей, которые были до пандемии. С начала года ВВП страны вырос на 3,1%. Итоги пяти месяцев подвели в Министерстве экономики. Прежде всего, восстановление обусловлено увеличением спроса на белорусские товары на традиционных рынках в странах СНГ. По сравнению с этим же периодом прошлого года прирост более 35%. В долларовом эквиваленте Беларусь получила на 3 миллиарда выручки больше. Речь не только о нефтехимии, но и о продукции машиностроения, пищевой промышленности. Рост овала внутреннего продукта сложился на уровне 103,1%. При этом этот рост на сбалансированной основе. Важно отметить, что более 2,3 отраслей уже в положительной зоне находятся. Драйвером традиционно в этом году является промышленность. Больше 111%. При этом уровень складов находится на минимальном с 2013 года размере. Важно отметить здесь, что такая динамика в большей степени обусловлена восстанавливающейся внешним спросом. На уровне прошлого года сохраняется работа строительного комплекса. Пока отстают от запланированных инвестиций и грузоперевозки. А вот в сельском хозяйстве по итогам года ожидается улучшение показателей и по производству, и по реализации продукции. В предстоящей работе по реконструкции площадей Мутовела сегодня оценила спикер Совета Республики Наталья Качанова. Привести завод в порядок поручения президента, который Александр Лукашенко дал в марте, посещая предприятие. Предстоит реконструировать здания, максимально сохранив их исторический облик. Также задействовать свободные площадки. Работы будут выполнять поэтапно. На созданные места по плану должны прийти инновационные компании. По подсчетам, доля производства на территории вырастет до 70%. Под организацией сферы логистики и услуг выделят 20%. И еще 10% под общественную зону. Первый этап реконструкции должен завершиться к концу года, а все работы продлятся до 24-го. Коммунальное ЧП в Борисове устранено. Водоснабжение восстановлено, но в некоторых районах вода пока непригодна для питья. Утром без холодной воды остался весь 150-тысячный город. Виной тому прорыв трубы вдоль старой московской трассы. На этих кадрах место прорыва. Из-за аварии подачу отключили. Проблема коснулась и многоквартирных жилых домов, и частного сектора, и социальных объектов. Обезвожено было все. Ремонтная бригада, как уверяет на данный момент, сделала все, что могла. К середине дня вода уже появилась во всех домах и квартирах, но ее качество в некоторых районах не соответствует нормам. Без питьевой воды остался старый город, а это около 8 тысяч человек. Пока вода подается в город по резервному трубопроводу, водоснабжение населения обеспечивается. Вода мутная подается пока населению. Но уже в технических целях ее можно использовать. Это улица Нормандия-Неман, Лопатина. Поэтому там таких социально значимых объектов у нас нет. В основном это жилой сектор. Но и от организации и предприятий района жалоб не поступало. Технической водой обеспечены. Городские власти экстренно организовали подвоз цистерн в одной около 400 литров воды. В горводоканале пообещали оперативно выяснить причину прорыва и приступить к восстановительным работам. Лучшие из лучших против COVID-19 в Витебске сегодня благодарили за тяжелую работу медиков. Таких в регионе 9 тысяч. Это профессорский состав университета, кардиологи, хирурги, неврологи и терапевты, врачи скорой помощи, младший медицинский персонал. От Орши до Постав, от районных больниц до областных клиник. Витебский родильный дом, например, за время пандемии помог 400 женщинам с положительным тестом на COVID. У нас мамы живы с коронавирусной инфекцией. Детки также практически были единичные случаи с внутритрубным инфицированием. Сработали хорошо. Слажено в целом благодаря поддержке наших коллег, инфекционистов, благодаря сотрудникам кафедры ВГМУ, благодаря реаниматологам. Изначально был страх, страх неведанного. Но потом обвыклись, был уже опыт какой-то определенный, сформировался. Поэтому старались работать с командой. Команда получается только когда работает от самого младшего звена до самого старшего. Областной автопарк скорой помощи пополнился сегодня 14 новыми автомобилями. Машины распределят по районам. Обновления касаются и медтехники. Новый томограф заработал в областном центре пульмонологии. Аппараты современной компьютерной диагностики в этом году появятся в двух клиниках. Витебска, а также Лепеле и Глубоком. Когда нежность и сила рука об руку, мы продолжаем знакомить вас с представительницами прекрасной половины человечества, которые своим трудом и идеалами делают мир лучше. Педагоги, врачи, журналисты и представители культуры и спорта. А еще они мамы, жены, дочери и подруги. Каждую неделю в совместном проекте трех национальных телеканалов и Белорусского союза женщин новая история и новая судьба. Сегодня вечером тяжелый труд в глубинке. Когда сама можешь заменить масло и с техникой на ты. Женщина-тракторист. Ей есть что сказать. Смотрите сразу после нашего выпуска. Если выбрала такую профессию, что тут уже, я говорю, плакаться, жаловаться на все. Ну, тяжко. Везде же на любой работе тяжело. Люди удивляются, что я все время улыбаюсь. А я, знаете, шучу, говорю, я улыбаюсь из-за того, что морщинки тогда не видать. Она разглаживается, не видать. А если я надуюсь, так как мы, вроде, все будут морщинки. А я улыбаюсь. А сейчас о первом испытании для абитуриентов. В Беларуси началось централизованное тестирование. Сегодня почти 18 тысяч ребят проверяли свои знания по белорусскому языку. О том, как проходили тесты в Белгосуниверситете, материал Ангелина Дикун. До теста еще полтора часа абитуриенты уже готовы заходить в аудиторию. При себе только гелевая ручка и документ, удостоверяющий личность. Никаких гаджетов. Любая шпаргалка, автоматическое удаление с тестирования, а значит, упущенный год. То же самое грозит, если по окончании теста абитуриент захочет внести правки в бланк. За последнее время у нас сокращается количество всевозможных нарушений. Если говорить о прошлом году, у нас было всего лишь 14 удалений за нарушения, из которых 10 нарушений это было за мобильный телефон, одна за шпаргалки, но и остальные были там не своевременно. После уже проведения централизованного тестирования пытались дописать. Уже второй год подряд на столах медицинские маски, в открытом доступе и антисептик. Пандемия внесла свои корректировки во вступительную кампанию. Плюс проветривание помещений. Чтобы в аудиториях было меньше людей, русский и математику, как правило, самые многочисленные, проведут в два дня. Для того, чтобы было меньше передвижений, меньше контактов, для наших абитуриентов в электронном виде, а не в личном кабинете абитуриента, могут зарегистрироваться. И они, собственно, это сделали. Практически все абитуриенты зарегистрировались в личном кабинете. Ну и то же самое новшество после осуществления и сдачи успешных тестов. Они могут тоже в кабинете абитуриента подать документы для регистрации и получения пропуска для подачи документов в то или иное высшее учебное заведение. За полчаса до ЦТ из сейфа достали задания и конверты с бланками. И разнесли их по аудиториям. Сотрудники комитета госконтроля и вице-премьер лично проконтролировали процесс. В 11.00 конверты вскрыли, и съемка прекратилась. Попобщаться с абитуриентами удалось лишь на улице. Через два часа. Очень много людей из-за волнения не могли бланк правильно заполнить. И очень много вопросов возникало. А так сам тест хороший. Ушел за минут 10, за 15. Написал, сразу же ушел. Как рассказали абитуриенты, удалений из аудитории не было. И организации, и вопросами в тестах многие остались довольны. Было не так сложно, как мы рассчитывали. Задания были относительно легкие. Мы знали эти темы. Рассчитываю получить баллов 60 хотя бы минимум. Было, я думаю, не особо сложно. Я готовился к этим заданиям, естественно. И на деле оказалось все даже проще, чем я думал. Чуть больше часа мне потребовалось. И я думаю, что будет хороший результат. Репетиционное тестирование, оно помогает понять, как этот бланк правильно заполнить, натренировать руку. Я эти уже буквы и цифры уже писала по памяти. Даже не смотрела на образец, потому что много раз посещала РТ. В пятницу и субботу будущие студенты будут сдавать тесты по русскому языку. Далее будет общество ведения, математика, биология. Завершится ЦТ 8 июля испытанием по всемирной истории. Определены также резервные дни сдачи для тех, кто по уважительной причине не сможет в день испытаний быть в пункте тестирования. Прием документов ВОЗа начнется 20 июля. Ангелина Дикун, Владимир Слиш, Наши новости, ОНТ. В Витебске сегодня встречали поезд Победы. На перроне собрались многочисленные горожане, желающие увидеть уникальную передвижную выставку. На просмотр 9 экспозиционных залов уходит около 45 минут. Одновременно в вагоне могут находиться не более 10 человек. Некоторым пришлось ожидать на перроне по часу. Важные моменты Великой Отечественной можно не только увидеть, но и услышать. Каждому выдается аудиогид. Конечно же, вагон санитарного поезда. Когда видишь страдания, видишь вот эту вот боль, видишь желание одних жить, а других какое-то определенное бессилие. Вот эти вот слезы, они действительно, конечно же, наворачиваются на глаза. Проходя каждый шаг по этому поезду Победы, проникаешься до глубины души всеми теми происходящими событиями, которые происходили в то время Великой Отечественной войны. По предварительным подсчетам, за два дня около 3000 жителей Витебска побывают в передвижном музее. До этого поезд Победы побывал в Минске и Орше. Следующую остановку сделает в пятницу в Полоцке. Мы продолжаем серию материалов к 30-летию Белагропромбанка. Юбилей в сентябре, и, конечно, основные итоги будут подводиться именно тогда. Впрочем, главные эксперты в этом вопросе, конечно же, потребители. И сегодня мы расскажем о программах банка, которые помогают вам в достижении целей. Еще недавно Алексей Казаченок, программист из Минска, и не думал, что в его жизнь ворвется невероятная удача, и он выиграет квартиру в столице. А сегодня он уже начал ремонт и вовсю закупает строительные материалы для нового жилья. Откуда такое везение? Просто накануне Нового года парень успел оформить вклад в Белагропромбанке. Случайно узнал, что банк проводит эту игру, и уже почти в самый последний момент сделал вклад, и он получился удачным. Для меня же лично вопрос актуален. Очень нравится этот район, эта локация. Это очень прекрасно, это то, что я хотел. Хочется прямо сейчас приехать. Действительно, необычная история, но не одна. Невероятная удача порадовала и Татьяну Романюк, и ее семью из Минска. Вкладчица Белагропромбанка узнала о том, что выиграла машину из прямого эфира розыгрыша рекламной игры авторалли призов. Однако полностью поверила счастью только когда увидела приз и села за руль собственного авто. Надеялась, что там муж выиграл. Поле дело, аж Романюк Татьяна Петровна. Я даже не поверила. Думаю, много однофамильцев. Даже засомневалась. А покуда на второй день не позвонили ваши девочки. Не только рекламные игры оказываются полезными для клиентов банка, но и продукты весьма выгодные есть. Недавно Белагропромбанк вывел на рынок карту рассрочки «Суперсила». Карта «Суперсила» предусмотрена для использования не только как карта рассрочки, но и как обыкновенная кредитная карта в сети не партнеров банка. В рамках данной программы предоставлена возможность снятия денежных средств, возможность оплаты пользования карточкой без комиссии. Не предъявляется к оплате в течение первых двух лет задолженность, формированная в сети не партнеров банка. С картой «Суперсила» возможно получить до 2500 белорусских рублей без справок и поручителей. Также в ней действует грейс-период для понижения процентной ставки кредита. Грейс-период – это период времени, в течение которого начисляется пониженная процентная ставка, если выполняются условия грейс-периода. В нашем случае это все платежи совершенные в течение месяца. Если они будут погашены не позднее 10-го числа следующего месяца, за пользование кредитом будет применяться пониженная процентная ставка. В год своего 30-летия Белагропромбанк порадует своих клиентов еще много раз. Что ж, будем следить за новостями банка и постараемся не упустить шанс выиграть одну из квартир или денежный приз в рекламной игре «Юбилейный урожай призов». Игра уже началась и у тех, кто оформит вклад в банки до 31 августа. Есть шанс на победу. Маргарита Науменко, Наталья Химович, Виталий Мотин. Наши новости ОНТ.